Итак, друзья, я вас приветствую в девятой части своего обучающего видеокурса. Спасибо всем, кто смотрит, кто пролистал. И я вам еще раз хочу сказать, что этот курс снимается полностью за бесплатно. Обратите на это внимание. Я не получаю за это вообще никаких денег ни от кого. Ни от Госдепа, ни от Джо Байдена, хотя я его названивал целыми днями, ни от кого. Поэтому, если вам нравится этот курс, пожалуйста, вы можете меня отблагодарить. И ссылки на Patreon, и на крипто-кошелек будут в описании. Давайте, ждите, ребята. Ну, а мы с вами начинаем рассмотрение такой очень важной темы, как превратительный падеж. Или по-лизиански теевема неутики. Теевемс означает делать и превращаться. То есть теевемс – это делать. Теевемс, соответственно, делаться. Потому что у нас здесь ставится возвратный суффикс. Тема вообще не сложная. То есть в ней нет каких-то сложных логических заковык. Ну, давайте теперь посмотрим, собственно, на какие же вопросы он отвечает. Итак, кикс – быть кем, в кого превратиться. И мизикс – быть чем, во что превратиться. Ну, как бы, какие-либо комментарии здесь излишни. Давайте посмотрим парадигму. Для всего единственного числа у нас используется суффикс «кс». А для всего множественного числа у нас используется суффикс «тнекс». Ну, и давайте теперь рассмотрим примеры. Сон кадоби ломанекс. Он остается человеком. Видите, у нас ломанекс. Кадоби ломанекс. То есть остается человеком. Вот она эта функция. Быть кем. И, соответственно, у нас ломань ставится также в падеже. Ломанекс. И давайте рассмотрим второй пример. Сон теевс чутокс. Он превратился в дерево. Сон теевс чутокс. Вот видите, у нас как раз это слово «терьемс». Оно здесь и проявляется. Сон теевс чутокс. То есть чут – это дерево. Чутокс – это «в дерево». То есть превратился в дерево. Либо деревом, либо в дерево. Но в данном конкретном случае контекст создает глагол. Соответственно, теевс чутокс – это означает «вратился в дерево». Соответственно, если у нас, например, кадоби чутокс было бы, то это была бы уже функция «быть кем». То есть он остается деревом. Сон кадоби чутокс – он остается деревом. Итак, друзья, мы с вами приступаем к рассмотрению самого горячего раздела иерезианского языка. Да, те, кто хотели получить иерезианский секс, вы его получите. Но только при условии, если вы выучите иерезианский, конечно. Итак, вопрос заключается в следующем. Как же по-ерезиански сказать «почему» и «потому что»? Значит, почему по-ерезиански будет «мекс»? Как вы можете уже догадаться, эта тема неразрывно связана с предыдущей темой. И давайте попробуем на этот вопрос ответить. Значит, по-ерезиански «потому» будет звучать как «секс». И не вздумайте читать это как «секс», потому что «секс» – это совершенно другое слово. «Секс» означает грязь в волосах или шерсть. Как мы видим из этого слова, точнее, из вот этих вот двух слов, «секс» и «секс», по «утализации» в аренском языке, то есть смягчение, играет смыслоразвращающее значение. То есть в зависимости от того, как вы поставите либо «секс», либо «с», либо «се», разница будет смысловая. И давайте теперь смотреть дальше. Кстати говоря, если вам будет очень смешно, в финском языке это будет «сикси», а в эстонском есть такое выражение, как «тервис секс». Допустим, если человек чихает, ему говорят «тервис секс». И он в ответ, например, может пошутить, типа «тервис суля, секс муля». Типа «тебе здоровье, мне секс». То есть эстонцы вполне себе нормально шутят на эту тему. Ну и давайте теперь рассмотрим следующее. «Потому то» по-рязански будет «секс калька». И, соответственно, как же сказать по-рязански «потому что». Значит, в рязанском языке существует русская калька. И звучит она так. «Секс мекс», «потому что». Но проблема в том, что это русская калька. Ее, в принципе, можно заменить. И заменить ее можно, например, на «уанэ мекс». Вот почему. Ну, давайте рассмотрим пример. Почему так произошло? Потому что это сделал он. Ну и другой вариант – это сказать через слово «мекс». В частности, этим вариантом активно пользуется «эрю фюжай». Значит, почему случилось так? Потому что никто ничего не знал. На самом деле, вот об эту тему до сих пор бьются копии в арзианском обществе, потому что точного варианта, как сказать, потому что в арзианском языке нет. Вы можете пользоваться любым вот этим вариантов. Янгер использую вот этот вариант. Ну, инвидиас использует вот этот вариант. А «эрю фюжай» использует вот этот вариант. То есть, но вы можете пользоваться любыми из них. Итак, давайте теперь рассмотрим вопрос «как сказать по-эрзиански по-моему, по-твоему». И на этот вопрос нам помогает ответить, опять же, превратительный падеж. Итак, давайте рассмотрим. У нас есть местоимение «мон», «тон», «сон» и так далее. Но мы можем его расклонять по этому падежу. Ну, давайте попробуем. «Мониксень», «тониксеть», «сониксензе», «миниксенек», «тынксенек» и «синксест». Дело в том, что эта форма, вот это воспряжение, оно взято из словаря Анатолия Рябова, грязанского лингвиста. И дело в том, что у этой формы есть несколько применений. Ну, и давайте их рассмотрим. Значит, первая форма – это как раз-таки «мониксень». Ну, она здесь обозначена как вторая, но ничего страшного. «Мониксень» – это означает «на мой взгляд». Соответственно, «тониксеть» – это «на твой взгляд», «ссониксензе» – это «на его взгляд» и так далее. Но это не единственное применение такой формы. Значит, также есть следующая форма, например, «нейти кудось мониксень». Это означает то же самое, что и «нейти кудось моник». То есть означает «теперь это дом мой». То есть «мониксень» означает «принадлежащий мне». То есть «все здесь хорошо, чинно, ладно» и так далее. Значит, но помимо этой формы – «сониксень», «мониксень», «тониксень» и так далее – есть также такая форма, как «койсэ» – означает «по обычаям и традициям». Кстати, я здесь не написал, но я сейчас напишу как раз такие. Так, «аккординг ту самуан кацетамс». Я англичан написал, а то чтобы в газете посмотрели, а я сказал все. Итак, значит, это означает «по обычаям традиция». Ну и давайте рассмотрим сразу пример. «Мон и рянь атидней койса» – «я живу по обычаям предков». Вот мы видим «атитней» – это деды, условно. Койса – это «по обычаям». То есть «по обычаям дедов». Но помимо этого у данной формы есть еще одно потребление. Опять же, это то самое «по моему, по твоему». Значит, «койсэн» – это «по моему». «Койсэть» – это «по твоему». «Койсэнзэль» – это «по его мнению». Ну, «по его иному», скажем так, грубо. Значит, «койсэнник» – это «по нашему». «Койсэнг» – это «по вашему». И «койсэц» – это «по ихнему». Да, я написал специально «по ихнему». В пику всем любителям чистого русского языка, потому что я не русский. А значит, мне можно как раз пить язык, как я хочу. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим усилительные и возвратные испевения. Ну, и давайте начнем с такого испевения, как «я сам». Как это сказать по-ирзянски? По-ирзянски это будет «моньсь». Обратите внимание, не «моньсь», а «моньсь», мягкое «н». Соответственно, дальше. Ты сам – «тоньсь». Он сам – это будет «сонсь». Мы сами – это будет «моньсь». Вы сами – «тыньсь». И они сами – «сыньсь». Ну, и давайте рассмотрим пример. Моньсь сентийса – «я сам это сделаю». И второй пример – арсек тонсь – «думай сам». Надо надо сказать, что в азианском языке есть такое местоимение, как «эсь». Он означает «свой» или «собственный». Ну, и давайте теперь попробуем просклонять. Во-первых, вот этот ряд местоимений, повторяю эту частицу «эсь». Дело в том, что в азианском языке вы можете сказать одновременно «моньсень» или «эсень». Это две абсолютно одинаковые фразы, ими тянули значение. И означает это либо «мой собственный», либо «меня самого». Зависит от контекста. То есть, это не то, что там «моньсень» – это «мой собственный», а «эсень» – это «меня самого». Нет. Вот это, вот «это» и «это» переводится как «это» и «это». Понимаете, да? То есть, а там уже дальше от контекста зависит. Ну, и давайте смотреть. «Моньсень» и «сень» – это «мой собственный» и «меня самого». «Тоньсеть» и «сеть» – «твой собственный» и «тебя самого». СОНСЕНЗА ЭСЕНЗА – его собственный, его самого. МЕНСЕНИК ЭСЕНИК – наш собственный, нас самих. ТЫНСЕНГ ЭСЕНГ – ваш собственный, вас самих. И СЫНСЕСТ ЭСЕСТ – это их собственный, их самих. Как-то так. Итак, как вы поняли, эти две формы, вот эти две формы, они обозначают как винительный падеж, как и родительный падеж. Ну и давайте теперь оформим примеры. ТЕКУДОСЬ МОН СЕЙ – это дом мой собственный. ТЕКУДОСЬ МОН СЕЙ – здесь вы можете совершенно спокойно использовать формулу ЭСЕНЬ. Никаких вопросов здесь не будет. ТЕКУДОСЬ ЭСЕНЬ – это также будет означать «это дом мой собственный». Второй пример. А вам, кстати, самому ЭСЕНЬ верил. Это означает «моя мать возьмёт меня самого в лес». И точно так же ЭСЕНЬ вы можете здесь спокойно совершенно заметить на МОН СЕНЬ. ТЕКУДОСЬ МОН СЕЙ – это означает «мне самому». Итак, друзья, давайте распланяем усилительное местоимение в дательном падеже. Итак, первое. МОН СТЕНЬ или ЭСЕНЬ – это означает «мне самому». Обратите внимание, не МОН СТЕНЬ, не МОН СТЕНЬ, а именно МОН СТЕНЬ. И азианский язык, он очень мягкий. Поэтому, если у нас стоит мягкое гласное, в связи с «е», допустим, или «я», то у нас все согласные смягчают. То есть МОН СТЕНЬ. МОН СТЕНЬ. Напоминаю вам чисто. Итак, далее. ТОН СТЕНЬ или ЭСТЕНЬ – это тебе самому. Дальше. СОН СТЕНЬ ЗЕ – это означает «ему самому». Дальше. МИН СТЕНЬ или ЭСТЕНЬ – это означает «нам самим». Дальше. ТЫН СТЕНЬ или ЭСТЕНЬ – это «вам самим». Дальше. СЫН СТЕСТ или ЭСТЕСТ – это «им самим». Ну, собственно, и все. Но теперь надо рассмотреть один очень важный вопрос. Рассматривая эту тему, также нужно сказать о следующем. Как мы помним из предыдущих уроков, по падежам у нас склоняются иногда местоимения, а иногда – после логи. Давайте вспомним из предыдущих уроков. МОН – это «именительный падеж». МОН – это «винительный родительный падеж». МОНЕНЬ – это «дательный падеж». А что же дальше? А дальше получается следующая картина. Эйсэй – это «местный падеж». Эйстэй – это «исходный падеж». И Эйзэнь – это «носительный падеж». Что-то непонятное. Ничего не понятно. Почему так? Почему такая картина? А дело в том, что в старой ирзянском существовали также формы склонения по падежам местоимений. То есть не после логов, а именно самих местоимений. Ну и давайте их посмотрим. Значит, в меня, в старой ирзянском использовалась также такая форма – МОНЬЗЭЙ. В тебя – ТОНЬЗЭТЬ. Дальше. Во мне – МОНЬЗЭЙ. В тебе – ТОНЬЗЭТЬ. Ну и дальше. Из меня – МОНЬЗЭЙ. И из тебя – ТОНЬЗЭТЬ. Обратите внимание, вот эти две формы – МОНЬЗЭЙ и МОНЬЗЭЙ – они отличаются. Видите, здесь – Э. Здесь нету мягкой глазки. Здесь твердое глазки. Здесь мягкое, а здесь твердое. Что касается употребления этих форм. В принципе, вы их можете употреблять. Здесь ошибки не будет. Другое дело – поймут ли вас. Потому что эти формы, они будут звучать, ну, примерно, как иже, там, допустим, суть. Допустим, эти предметы – суть, часть нашей жизни, допустим. То есть, вот в этом значении слово «суть». То есть, в речи мы его не употребляем, мы его часто можем прочитать, но мы его в речи не употребляем. То есть, и звучать это будет примерно так, таким образом. То есть, сказать вы можете. Вопрос поймут ли вас. Вопрос в этом. Ну и давайте теперь рассмотрим некоторые наречия, которые вам пригодятся в жизни. Итак, «нама» или «судайс» означает «конечно». Ну, то есть, типа, «конечно» – это не самый лучший вариант. «Нама» или «сиявольс» – это пару вариантов. Вот. Далее. «Теке» – словно. Ну, не просто «словно», а «словно этот». А «секе» – это словно «тот». Ну и далее. «Секенькойся» – тем же образом. И «текенькойся» – это этим же образом. Далее. «Прок» означает «будто». Далее. «Веся» означает «все» или «все». Это не русизм. Как может показаться, это более древнее слово, и кое-какие доказательства будут представлены уже в самом-самом конце курса, где я буду рассматривать заимствования из аэрзиатского и в аэрзиатский. Далее. «Весимеди» – это «обо всём». «Лия» – это «другой» по качеству. Это важно. Если нам нужно сказать «другой» по счёту, то это будет слово «омбо». Далее. «Эрева» – это «каждый». «Эрева месяца» – это «чем угодно». И «Эрева года» – это «как угодно». Итак, друзья, давайте теперь в конце урока рассмотрим некоторые важные выражения, которые вам понадобятся в конце урока. Итак. «Вешимс» – «просить, требовать». «Вешимс» – это означает «искать». Не путайте, пожалуйста, эти два слова. Далее. «Кеупстимс» – это «спросить». Дальше. «Отвечать». Здесь существует два выражения. «Ютамс каршо» и «мерямс каршо». «Каршо», как вы понимаете, это прям брутал. Это специальный такой туркизм. Далее. «Сомневаться» – «калтондунс». Далее. «Честно говоря», это у нас будет «витстэмерямс». Ну, далее. Для слова «кстати» у нас существует даже три слова. «Текезэн», «текес летцямс» и «текекс». «Текес летцямс» означает «тут же вспомнить». В этот же момент вспомнить. «Летцям» означает «вспомнить». «Аттекезэн» означает «к тому же самому». Далее. «Шкастонзумерямс» означает «кстати сказать». То есть это, в принципе, ситонимы, но вот это какой-то более такой, знаете, витературный, что ли. Ну и последнее слово – это «извини». По-эльзянски будет «ноут чуму». «Нолут» означает «отпускать», «чуму» означает «вина». «Хороший взгляд!» Маска взяла висать. «Хороший взгляд». Это «неравая», «Монимаряю лицом вершиной виллево». «Хороший взгляд». Не может это выкрутить, так выкрутить не надо, мы завел дать. В этом мире, в том числе вода не выкрутить. Куда выкрутить? Все вода выкрутить. Продолжение следует...